Всем привет, с вами Priya. В обновлении 8.1.5, которая будет, ну я думаю, месяцев так через 3-4 по хронологическим рамкам, будут две новые союзные расы. Люди Култироса и Зандаларские тролли. В текущий момент рассмотрим абсолютно всю информацию, которая о них есть. Собственно, для того, чтобы играть с этими союзными расами, нужно будет получить превознесение соответствующей какой-либо фракции. К примеру, у людей Култироса это будет Адмиралтейство про Аудмуров, насколько я правильно помню. А у Зандаларских троллей, скорее всего, для того, чтобы у них поиграть, нужно будет прокачать ту репутацию ардуинскую, которая является полной противоположностью Адмиралтейству про Аудмуров. Увы, азарду не играю, поэтому подсказать эту фракцию не смогу. Значит, что у нас получается? Люди Култироса, доступно в обновлении Волны Возмездия. Доступные классы. Друид, Охотник, Монах, Жрец, Разбойник, Шаман, Воин. Рассовые способности. Повышение показателя универсальности, восполнение здоровья в объеме, равном части полученного урона. Весьма интересная вещица для танков. Насколько большое это будет значение, стоит только догадываться. Далее, повышенный мувспид под водой, также позволяет задерживать дыхание. Весьма интересно, окей. Далее, нокутирующий удар, размашистый удар кулаком, оглушающий противника и отбрасывающий его назад. Интересно, насколько оглушающий. Также интересно, насколько отбрасывает, а еще с каким кулдауном. Ну, скорее всего, минуты 2 или 3 будет. Посмотрим. Мастер на все руки, повышает навык владения всеми профессиями. Я не думаю, что там будет какое-то прям такое большое значение. Наверное, либо плюс 5, либо плюс 10. Как-то так. Ну и самое последнее, это иней древних морей, увеличение сопротивления магии льда и силам природы. Весьма интересно, если, конечно, будет слишком много дамага от льда и от сил природы где-либо. Весьма хорошая союзная раса для альянса. В принципе, с целью того, чтобы получить на ней какой-либо большой прогресс, можно ее и поиспользовать. Далее. Зандаларские тролли. Доступные классы. Друид, охотник, маг, монах, паладин, жрец, разбойник, шаман, воин. По-моему, ростер классов намного больше, конечно. То есть, если у людей култиросов всего лишь 7 штучек, то у зандаларов получается так, что целых 4, 5, 9. Классно. Ростовые способности. Объятие, лоа. Молитва, обращенная к лоа, наделяет вас их благословением. Скорее всего, будет какая-то характеристика увеличиваться. Интересно, на сколько, на какое количество, на какое количество по времени и, ну, вообще, как оно будет все это дело работать. Далее. Золотой город. Дополнительное золото с убитых монстров. О! Вот это можно будет специально делать зандаларского тролля за орду с целью голдфарма, конкретно с убийства мобов, с целью получения дополнительного золота при активном голдфарме. Классно. Далее. Регенерация, быстрое восстановление здоровья за короткое время. Ну, скорее всего, просто обычное нажатие кнопки, которая будет весьма много хп восстанавливать за короткое время. Далее. Планирующий теродактиль. Свистом подзывает теродактиля, который доставляет вас на землю. Ну, на самом деле, играя за воина, можно использовать героический прыжок с такой целью, чтобы просто-напросто кастануть его на землю. Ну, а тут можно будет юзнуть теродактиля. Весьма интересно, на самом деле. Ну, и также на сайте есть как мужская, так и женские модели троллей и людей Култироса. Сможем со всем этим абсолютно ознакомиться. Ссылочку на этот сайт, на эту страницу с официального сайта я оставлю в описании к ролику. Можете сами зайти, ознакомиться, прочитать, перечитать, либо же почитать о других союзных расах, которые есть в этой замечательнейшей игре. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, подписывайтесь на остальные различные ресурсы, которые указаны в описании. До скорого!